МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады вас видеть, и правда, нам приятно, что вы находите время. Ровно полгода назад, а если точно, то в июне 2017-го мы имели возможность с вами общаться. И вот спустя полгода вы снова в Одессе. Я не знаю, как часто вы бываете в Одессе, я сейчас спрошу об этом. Но прежде хочу спросить, в отношении информационной площадки у вас возникают когда-то в Одессе сложности? Вам все детские каналы, на которые вы хотели бы попасть, дают возможность высказаться? Мы организовываем подобные встречи через наше представительство в Одессе. В принципе, с вашим каналом, насколько я знаю, что у нас не было никогда никаких непорозумений. То есть, если были инициативы, то возможность через ваш канал донести свою думку всегда была. Но никто, не было сложности ни с какими другими каналами. Вы сейчас не помните. Возможно, мы были. Свобода, как политическая сила, которая стояла в опозиции до влады, всегда была проблемой с доступом к засобам массовой информации, если критикировала владу. А оскільки мы владу критикировали, соответственно, очень часто такие открытия про влады канала нас просто не допускали. Услышал. Из последних сообщений, которые можно прочитать на вашей страничке в Facebook, это Херсон, Николаев, Одесса. Сейчас вот такой срочный тур, я так понимаю, что он очень активный. За последних три дня это третий город. Правильно? Расскажите об этом. Это всеукраинский тур или это вот только по югу? Насправді, это загальноукраинский тур. У нас произошел два тижні тому назад черговый з'їзд партії, где мы обговорювали стратегию на ближчих два года. И было ухвалено решение, что глава партії, заступники, народные депутаты сейчас разъедутся по Украине, чтобы донести информацию про решение з'їзду нашим местным территориальным организациям. Я встречаюсь с нашими активистами, чтобы почути их думку, чувствовать атмосферу, ситуацию, инспекционная поездка частково. Кроме того, вчера в Одессе отбывался захід одними молодежной организации, всеукраинской организации «Сокол», это их съезд. Это организация, которая ориентуется в своей идеологии на позицию всеукраинского объединения свободы. Я был запрошен для участия в их заходах. Вот и решил совместить приемное и корисное. Если можно, немножко, вот тезисно, что значит инспекционирование? И что в этот раз вы инспекционировали в Одессе? Ну, как глава партії я маю певные обовязки управлять партією. Відповедно, я маю право выдавать відповедные наказы. Как глава партії есть решение з'їзду. Вони стосуются всех сфер життя. Если очень простым языком, довольна работа одесская ячейка? У нас хорошая организация, вона смягчается, вона стаёт более опытной, в нас хорошие керевники. Если не увеличивать, какое количество людей входит в организацию всеукраинского объединения свободы в Одессе? Я могу говорить по Украине. По Украине это 22 тысячи людей. В Одессе вы не знаете сколько? Ну, давайте я спитаю керевника организации. Вы не знаете правду? Ні. Ну, по Одессе я могу приблизительно знать, я просто не хочу назвать там конкретно цифры. Очевидно, что я могу вам сказать, что это в районе 500 людей в Одессе. По поводу инспектирования, о котором мы с вами говорим, на любых акциях протеста, либо на любых общественных мероприятиях, которые принимает участие «Свобода» одесская, либо какая другая, могут ли представители вашей организации вести себя автономно? Не по протоколу или не по порядку, вот так, как принято в вашей организации. Вот сами по себе принимают решение. Могут в процессе? Насправді, всі люди є вільні, але членами нашої організації стають непримусово. Тобто, кожна людина, яка приходить до свободи, вона добровільно пише заяву, що прошу прийняти мене в члени об'єднання нашого, я зобов'язуюся дотримуватися статуту. А статут якраз вказує норми поведінки, правила поведінки, а також в своїй діяльності керуватися програмою партії. Тобто, такі речі якраз і передбачають певну внутрішню кореляцію щодо дій. Приватно член партії може брати участь в будь-яких законах, але якщо від імені партії, то, звісно, що він такі речі має погоджувати. Наприклад, якщо представник партії десь виступає, то він може поводити… Тоді я задам конкретний питання. В Одесі 18 ноября, в тому числі, і організація «Свобода» приймала участь в акції протесту по так званій застройці летнього театру в Одеському міському саду. І в ході цієї акції протесту представники «Свободи» достатньо активно і жістко, я би не сказав, що оборонялись, а били ногами правоохранительні органи. От в таких випадках – це чия позиція організації, або лична позиція того людину, який має відношення до вам? Ну, я не маю інформації, щоб проти якихось членів Одеської обласної організації «Всеукраїнське об'єднання «Свободи» були відкриті якісь кримінальні провадження щодо того, що хтось там бив ногами. Когось. Це є перше. Друге. Свободівці не тільки в Одесі, але й по всій Україні активно беруть участь проти незаконних забудов. Ми беремо участь переважно після того, як до нас звертаються мешканці цих територій, тому що, на превеликий жаль, звернення мешканців до правоохоронних органів не завжди викликає реакцію. І тому наші активісти, як громадські діячі, вони використовують різні методи впливу для того, щоб закон не допомогу. В каких случаях представитель «Свободи» може противостоять правоохоронним органам, отталкивая і ударяя їх ногой? При этом не неся никакой ответственности. Я ще раз хочу підкреслити. Якщо є дії проти представника правоохоронних органів, також, очевидно, мусить бути відкрите кримінальне провадження. Якщо кримінальне провадження відкрито, і ми в керівництві партії отримуємо таку інформацію, то наша позиція завжди є наступною. Якщо представник нашої партії зробив якийсь отакий вчинок, при чому тут же треба розібратися, чи правильно, чи неправильно, то ми його… Я знаю, є действительно дуже чітка видеозапись, де Константин Василець противостої правоохоронним органам і отталкиває, б'єт ногами. При этом нет никакой криминальной ответственности, не административной ответственности, несмотря на то, что после акции протеста некоторые гражданские активисты до сих пор находятся под домашним арестом. Поэтому я прошу вас ответить на вопрос, знаете ли вы Дмитрия Головина лично, приходилось ли вам с ним общаться? Вы мне ставите трошки незручную, некорректную для меня позицию. Почему? Потому что покажите мне видео, дайте мне информацию про это, а может быть, что вы мне задаете это вопрос, а на самом деле такого не было. Я не владею такой информацией. Давайте, если вы хотите, чтобы я с вами поспілкувался на одесский, такий деликатный тем, то я, как глава Объединения Свободы, я, конечно, могу доведаться ту информацию нашего керівництва и мать какие-то материалы, на которые я могу потом реагировать. Я же лишь могу давать вам только гипотетическую ответственность. Прошу тогда на это обратить внимание. Костя Василець – это один из керевников нашей политической силы, мы его шануем и поважаем. Это человек, который тривалий час в свободе, это мужская человек, патриотичная человек с загостренным почувствием справедливости. И если кто-то кого-то ображает, Костя завжди стает на защиту того, кого ображает. Вот это вашу позицию. Другой раз, как вы меня запросите, если, конечно, вы будете вважать это за корректно, и вы даст мне попередню, чтобы я ответил на какие-то, скажем так, такие подобные випадки, я с удовольствием прокоментую. Все, если вы готовы, мы закрываем эту тему, но ответить на вопрос, знаете ли вы лично Дмитрия Головина, я общаюсь с ним. Не пригадую. Хорошо. Перемещаемся не то чтобы в Киев, но... А кто такие Дмитрий Головин? Начальник управления Одесской полиции. Ага, нет, не знаю. Значит, в Киев, ну это всеукраинская тема, национальная дружина, которая появилась, вызвала много вопросов, обсуждений в обществе. Я хочу услышать ваше мнение по поводу такого формирования и вашу точку зрения услышать. Ага, на самом деле, я взялась дивований тема же оттажами вколо национальных дружин. По-перше, через то, что ця громадская организация уже діє один рік часу. И то, что они появились там на Хрещатику, это был день, когда они отзначали речницу своего существования. Ця громадская организация, можно сказать, есть в сфере вплива наших политических партнеров, политической партии «Национальный корпус», с которыми мы в березне минулого года, а также с правым сектором, Конгрессом украинских националистов и другими деякими организациями, подписали идеологический меморандум про співпрацию. Ну, соответственно, я думаю, если вы какие-то детали... Он никакой законной силы не имеет. Это между вашими организациями просто документ, который вы подписали, на который вы по совести опираетесь. Никакой юридической силы он не имеет. Это право, которое нам дает законы Украины, контактировать с разными политическими силами. И мы имеем право вступать в какие-то там тимчасовые союзы, різные союзы. Чи с метою реализации статутных своих задач, с какими-то выборчими моментами. Свобода протягом 27 лет, как наша партія существовала, с многими структурами, политическими организациями подписывала подобные договоры. Бывало такое, что вы жалели или были удивлены поведением различных организаций, с которыми вы подписали договоры? Ну, есть разные. В полиции же есть разные ситуации. Не предсказуемо. Мы можем, знаете, с кем-то договориться. Свобода же какая партія. Нам достаточно потиснуть руку. Если мы с вами потиснули руку, про что-то переговорили, для нас это справа честя дотримоваться. Так были случаи, когда мы имели политических партнеров, и наши договоренности, не с нашей, они порушивались. Но это, естественно, это нормально, ну, не нормально, но это природное в украинской политике, и это был для нас певный опыт. Такое большое формирование, ну, или как минимум они хотели показать свою значимость, а силу, безусловно, снимая посвящение, посвящение 600 человек, все молодые крепкие ребята. Кроме этого, некоторые ребята, вот мы видим сейчас на фотографии, которую остановил наш режиссер, они с закрытыми лицами. Как вы относитесь к такой практике, закрывать лица либо шарфом, либо вот балаклавой, полностью скрывая лица? Ну, скажем, такие моменты мы часто спостерягаемо в молодежном среде. Это есть определенная субкультура. Такие вещи очень часто используют футбольные фанаты «Ультрас», которые есть практически на каждом стадионе, там, где происходят футбольные соревнования. «Ультрас» и любые молодежные какие-то тусовки, скажем так, как не обещают защищать народ и оказывать поддержку правоохранительным органам. А эти ребята позиционируют себя именно так, говоря о том, что… Ну, вы понимаете? О, дивитесь, они еще ничего не сделали, а вы уже тут какую-то панику сиете. Дивитесь, дивитесь, если, моя позиция такая, если эти люди, если эта громадская организация каким-то образом порушила закон, то нужно открывать криминальную справу, криминальное проведение. Но, поскольку они еще ничего не порушили, то фантазировать, что они когда-то там сделают, ну, напевно, что это не совсем правильно. Наше отношение к них я вам охарактеризовал. Я думаю, что краще про это спросить керівництву национального корпуса, в сфере которого есть целая низкая громадских организаций, в частности, одна из таких громадских организаций. Я, я керівником політичної партії «Всеукраїнське объединение «Свобода», яка також має в сфері свого впливу багато громадских организаций – жіночих, дитячих, молодежных, студентских, професійных, которые споведуют або наближенно споведуют ту идеологию, как и мы. И мы, конечно, как політичная партія, в рамках чинного украинского законодательства спілкуемся и співпрацюемо с подібными громадскими организациями. Пока нема порушений ніякого закону, ніяких там зауважень чи претензій бути не может. Если есть, то нужно подавать соответствующие звернение до правоохоронных органов. Такие организации, Вы же согласны, что они могут существовать без дотаций? Безусловно. Соответственно, те, кто их поддерживает, рано или поздно, напрямую или косвенно, попросят о чем-то. В такой момент эти люди действительно могут выйти из-под контроля. И вот чего, скорее всего, боятся и почему стеют панику. И поэтому... Но, опять же, это Ваши фантазии. Потому что может быть так, а может так не быть. Раз. И другая. А может, если Вы уже так детально хотите доследовать эту тему, то, может, Вы бы копнули глубже? Например? Чему в суспільстве есть потреба створения подобных организаций? Ну, мы говорим об этом в рамках того, что не совсем сложилась реформа полиции. Мы не только то. Мы говорим про то, что, если бы у нас была нормальная ситуация в стране, если бы у нас влада не дурила людей, если бы влада не поширила просто до неимоверных уровней коррупции, если бы влада не поднимала тарифы на житлово-комунальные послуги, если бы люди могли бы нормальную работу, нормальную заработную плату, если бы люди могли знать, что их дети были в безопасности, если бы у нас работали спортивные секции... Вы сейчас говорите, что главный столбак, на чем основывается любое государство, безусловно, я с вами абсолютно согласен. Если бы это все было, то потреби в суспільстве, в создании подобных или других структур просто бы не возникали. Что у вас... Давайте тогда в таком случае будем честно общаться. Вы говорите о власти, которая что-то не делает, что-то не получается у нее, либо к чему-то она вообще не прикладывает сил и рук. Вы трижды были в созыве украинского парламента. Что вам удалось сделать конкретно, будучи у власти? Каждый раз, когда я был при власти, как вы считаете, за три скликанья, я находился в опозиции до этой власти. Окрім определенного периода после Майдана и после Революции Гидности. Что удалось мне сделать, я вам скажу, что политическая партия, которую я осуществляю, в прошлом скликании запрепонировала 900 законопроектов. А кроме предложений о законопроекте, ваши министры, пожалуйста. Добрый, я все вам зараз все это расскажу. Давайте мы будем говорить про то, чому вы меня перебиваете и не даете мне сказать про законопроект. А я вам поясню, чому я наголошую на цьому. Тому что основное завдание народного депутата в чему полягает? Полягает не в том, чтобы дороги будивать, чи канализации. Это мают делать и местные органы влады. Основное завдание, згідно закону народного депутата, это творить законы. И депутат должен ответить перед своими выборцами за те, какие законы он сотворил. Так ось, наша политическая сила запрепонировала в край важливые законопроекти, ухваление которых помогло бы ввести державу с кризи экономической, могло бы створить реальную социальную справедливость в стране, могло бы поселить купювельную спроможность каждого украинского гражданина, створить рабочие места, и ввести Украину на соответствующий уровень за те, что они ушли со своей должности, не оставив после себя криминальный шлейф. Что они сделали? А хіба це не важливо? Это безусловно. Просто мы сейчас, к сожалению, говорим о такой реальности. Не-не-не, це так, але це і важливо зараз. Але це і дуже важливо. Я просто хочу еще раз обратить ваше внимание. Уж такая риторика, к сожалению. Приходят оппозиционеры и говорят, что мы оппозиционные силы, и мы не можем особо ничего сделать. Когда потом оппозиционная сила становится властью, она говорит, мы же не можем работать, нам оппозиция не дает. Это неправильно. Но мы так не говорим. Мы говорим по-иншому. Когда свободы вошли властью после Революции Гидности, когда втек из страны Януковича, когда втек из страны Азаров, когда втек из страны Рибак, когда в Украине сталося повное безвладие, свободы вимушены были на себя взяты ответственность. И разом с другими партнерами, с которыми мы были на Майдане, это політичная партия «Народный фронт», «Батьківщина» и «Удар», мы вимушены были взяты на себя частини ответственности. Эта ответственность полягала в том, что в новостворенном уряде Яценюка мы отримали посаду вецепремьер-міністра с гуманитарных вопросов, которую учили СИЧ, а также две посады министров, в частности министра Мохника и посады министра Швайки. Один керував экологическим министерством, другим керував министерством АПК. Каждый из них, выходя из тех возможностей, которые в них были, они делали абсолютно правильные кроки, начавши с люстрации в своих министерствах, начавши с формированием команды в своих министерствах. Например, конкретные кроки, которые были сделаны Мохником, сейчас все про это говорят, но почему-то все забывают сказать, что это сделали свободные. Самый Мохник перекрыл воду в Крым. Самый Мохник, как министра экологии, дав... Нет, 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 это важно. Это важно для стратегии развития украинской державы. И для повернения наших территорий, в том числе для повернения кримского півострова. Швайка, будучи министром АПК, он собрал урожай в очень сложных условиях. Я хочу еще наголосить, чтобы вы понимали... А, вопрос из программы? Нет, нет, подождите, мы дружим. Вы же задали мне глобальное, стратегическое питание. Безусловно. И вы мне... Або вы мне дайте ответить, а давайте это вопрос как-то, ну, скажем, чтобы я по-другому мог реагировать на них. Я через то, раз вы меня так задаете, я говорю глобально. Давайте говорить тогда об этом законопроекте, о языке, который выпадет. Ну, вы сказали о Криме. Связывают уход Крима, я не знаю, либо ваши вопросы... Давайте про мову поговорим. Они... Не хотите про министр, давайте про мову. Я зрозумію. Представители, пожалуйста. Поки вы будете формулювати ваши вопросы... Я просто вам не мешаю, вы сейчас напишите сообщение. Нет, я не пишу, я же фотографию шукаю, чтобы показать ее нашим глядачам. Бо вы же мне про Крим хотите питание задать. Да, законопроекту языке многие говорят и критикуют вас, что стал причиной, ну, или, возможно, какой-то частью инерции отхода Крима от Украины. Считаете ли это обвинение обоснованным или нет? Нет. Это абсолютно есть фантазия, брехня. И, ну, это, фактически, есть намагание наших политических оппонентов, которые нас звинуватили, либо в том, что чуть ли не свобода начали эту войну. Ну, это чисто провокация. Вот что я, власне, сейчас тут шукаю. Я шукаю фотографию медали. Ось вона. Я бы просил, чтобы ваши операторы, если можно, для вас. Вот, покажите, пожалуйста, на широкий экран медаль. Это медаль, яка выдана Министерством обороны Російської Федерації, бачите, товариство, за возвращение Крима. И мы бачим дату возвращения Крима, так? Когда начало возвращение Крима, 20.02.14. А цей закон, про який вы говорите, Верховная Рада проголосовала 23.02. Ну, так. Боже. На три дни пізніше. Тобто, что это значит? Наверное, этот факт показывает... Вопрос обсуждения может быть... Как только мы начнем говорить о антикоррупционном суде, он с 2016 года обсуждается, и еще не принято. Уже очень много... Вы же бачите, что вы задали некоректно запитание, и вы бачите, что я вам дав чуткую ответственность. Вы мне задали запитание, чи повязано было ухваление цего мовного закону. А это не ухваление закону, это было скасование незаконно ухваленного закону Кивалова-Мокрисниченко, так звано, скасование редакции цего закону. Только про это ишлося. И это сталося в парламенте на три дня позже, когда началась войсковая агрессия в Криму. Это значит, что эти звинувачения, они абсолютно не имеют под собой никакого грунта. Больше того, я вам хочу сказать, сегодня Конституционный суд рассматривает вопрос о законности ухваления цего закону Кивалова-Мокрисниченко. И вы знаете, что установил Конституционный суд? Нет, вы не жалите, что так произошло? Нет, не жалю. Как будто бы стечение обстоятельств, или случайно... Можно меня завершить? Да, пожалуйста. Конституционный суд ухвалил очень важное решение. Доследовало очень важное решение. Что когда голосовал этот закон Кивалова-Мокрисниченко, то в этот момент, в этот день, несколько народных депутатов, которые, как будто, голосовали за этот закон, были вообще отсутствием в Украине. То есть, этот закон даже был процедурно ухвален, с грубым порушением Конституции и регламенту. Поэтому его и нужно было скасовывать. Это я раз. Другой. Если вы навязываете тему, або не навязываете... Нет, мы с вами не общаемся, вы смещаете акценты. Я прошу... Я смещаю акценты. Я прошу вас ответить на вопрос. Вы не чувствуете, что неприятно, как-то неправильно это произошло? Возможно, вы спустя время жалеете о том, что сход, вот как-то сошлись звезды и не вовремя был предложен этот законопроект. Отже, я еще раз вам поясню. Некоректно так задавати це запитание, оскільки цей законопроект был ухвален уже после... А так и экспансии Криму. Раз. Другой. Я, конечно, про это не шкодую, потому что этот закон мог быть скасованный. Не имеет значения. Чи в лютому, чи в сечне. Но он мог быть скасованный. Через то, что этот закон ухвален незаконным чином. Он порушает юридические принципы, юридические нормы, которые зафиксированы в Украине. Я уже мовчу про идеологическую шкоду этого закона. Кроме тех народных депутатов и представителей украинской власти, которые работали в 2014 году, безусловно, были народные депутаты, которые поддерживали российский вектор. Или, скажем так, были агентами Кремля. Возможно, сейчас их в украинском парламенте стало меньше, но однако они все равно есть. Я почему об этом говорю? В одном из интервью на одном из украинских национальных каналов один известный журналист Дмитрий Гордон общался с Ириной Фарион на эту тему по поводу участия в украинской политике, так скажем, российских агентов в виде народных депутатов. И спросил, считает ли она, что есть такие, и готова ли она пройти детектор лжи, не представляет ли она интересы России в Украине. Она согласилась, но, собственно, дело не дошло никуда, кроме как точка запятой в разговоре. Почему некоторые депутаты, ну, уже не депутаты, но представители свободы боятся пройти или не хотят пройти детектор лжи и хотели бы или могли бы сделать это вы? Мне шкода, что вы задаете запитание, не володеючи информацией. Пожалуйста, поправьте меня. Ирина Фарион пришла детектор брехни и поширила эту информацию и запропонировала Гордону пройти детектор брехни навзаим. И как раз Гордон отмывался это сделать. Так что, тут некорректно так само с вашей стороны. Возьмите, от натисните Google и вы найдете детально описано питание, которое пройшло Ирина Фарион через поліграф, детально описано с фотографиями и с ответами, как она пройшла детектор брехни. Так что, первое. Другое. Что стало причиной ее согласия и готовы ли бы это сделать? Другое. Свобода, взагалі, вважаю, и это один из наших пунктов нашей программы захисту украинцев, то есть політичной программы нашей партії, что мусить быть ухвалений закон. Закон, который обязывает каждого чиновника або кандидата на выборные посады, который претендует на эти посады, або выборные, або посады у виконавчей влади, проходить детектор брехни. Мы запропонували такий законопроект. То есть это не только касается меня, вас или кого-то другого. Мы говорим взагалі про всех. Раз. Другое. Наш народный депутат Юрій Сиротюк, который был членом Комитету обороны и национальной безопасности у Верховной Рады Украины, у 2014 году запропонувал на розгляд Верховной Ради закон про проходжение детектору брехни найвищим керевным складом украинского війська и украинских спецслужб на предмет их можливости с российскими спецслужбами, а также на предмет их можливости в тендерах щодо постачання в збройні сели в Украину, в армию, ремок. А почизнух нет в качестве примера. Почему они предлагают, а сами не прошли? Ну, я же вам сказал, Фарион прошла. А те, кто предлагал этот законопроект, почему нет? Если, послушайте, ну, вы же сейчас как в детячем садочку. Нет, я почему? Человек предлагает, а сам не делает. Какой же это детский сад? Детячий садок прекрасно понимаем мы о том, что, ну, скорее всего, этот законопроект не будет принят. И это закончится популізмом. Ні, это неправильно. Это неправильно. Такий законопроект повинен будет принят и ухвален, и я переконанный, что рано или поздно будет. Конечно, это нужно. Это интересно. Так от, так от. Если от того, что пройдет, автор законопроекту, например, поліграф, будет зависеть, ухвалять или не ухвалять, этот законопроект, конечно, что пройдет. Будь-який свободен, это, по-перше. Тим более, что с прикладом, который вы задали, что до Фаріон, ну, пройшла же вона, не только Фаріон. Например, Игорь Кривецкий, мой заступник по партії, глава экономической рады, когда стояло питание вселенных, возможных звинувачений партії, он сказал, что он готовый пройти детектор брехни. И он пройшел этот детектор брехни. Бачите, я уже навык двоих свободенцев назвал. А вы можете привести, я уже двоих назвал своих заступников, а вы можете привести приклад, хоть одного представника, например, блоку Петра Порошенка, который пройшел детектор брехни. Правда? Не приведете. Вы не приведете мне приклад других. Так вот я чему говорю дитячий садок, вы что меня на понт берете, вы что меня тут, типа натягиваете, нас слабо меня берет. Ну, ну, не требует. Не требует. Давайте так. Если бы мы с вами общались исключительно, поднявши эту тему между нами, это было бы похоже на так называемый понт. Но этот разговор произошел между моим коллегой Дмитрием Гордоном и Ириной Фарионовичем. Так, а ж она пройшла детектор. Хорошо, мы поговорили, задали друг другу вопроса. У нас пройшла детектор. Ну, давайте не будем дискредитировать. А он не пройшел. А он не пройшел. Вернемся к этому. Обещаю вам, если я буду иметь повторную встречу с Дмитрием Гордоном в этой студии совсем недавно. Мы увиделись в конце прошлого года. Я ему обязательно задам этот вопрос и включу часть нашего интервью с вами. Это ваше право. Давайте дальше немножко выйдем за пределы Украины. Польский СЕИМ принял так называемый закон о антибандеровской идеологии. Ваше отношение примерно понятно, но его сформулируйте и объясните. Ваше мнение. Ну, перше, мотивація поляків. Чому они сейчас начали так атаковать на Украину? Но, как вы обратили внимание, не только поляки начали атаковать. Атакуют и мадяры, атакуют и румуни. Цего не было еще четыре лет назад. Бо тих поляки, польские политики, журналісти приезжали до Киева в Майдану. Атакуются. Можна цю владу атаковать, чтобы что-то схопить. Знаете, в украинцах есть такая хорошая приказка. Польский Семь работал сейчас конкретно под вектор Украины. Абсолютно. Не только под вектор Украины. Я сейчас объясню, почему. В данном випадке, знаете, украинцы говорят, на похилу вербу и козы скачут. Знаете, такая приказка есть. В нашей ситуации так есть. Теперешняя влада это похила верба. И тому на нею скачут козы. Мотивация поляков это была не только историчная справедливость. Хотя в частине историчной справедливости в их трактении, хотя очевидно было, что трактение истории было однобокое, они зачепили не только украинцев, они зачепили литовцев, они зачепили Израиль, который моментально дал реакцию. Оттепер давайте порівняемо. Это очень важно в международной политике. Какой реакции дал Израиль на этот польский закон и какой реакции дала Украина. Израиль дал такую реакцию, чтобы весь свит затрясся. Они откликали своего посла для консультации. Давайте представим себя. Прошу, декой я могу закинчить. На другий день реакцию дала Америка. Израиль ее подключил. Потом дала Франция. Бо они защищают свои национальные интересы. Наша влада не защищает своих национальных интересов и в результате украинская реакция была никакая. Президент что-то высловил глубокую реакцию со стороны Украины. Нас бы поважали. От 2 до 3 миллионов украинцев работают в Польше. Прямо сейчас. Отзываем посла Украины в Польше и жестко отвечаем на этот. Причем, скорее всего нужно отвечать в формате ультиматума. Какого? Иначе это не жесткий а просто болтня. Что будет с людьми, которые там работают? Как быть? Израиль этого же не боится. У них не работает 3 миллиона израильтян. нет вопросов. Но есть совсем другие моменты отношений Израиля с миром и Израиля с Польшей. Израиль, как государство, которая начинала свой развитие, точно так же свой вплив в свете добивался такими жорсткими, адекватными и конкретными кроками. И как бы Израиль, как страна, себе поводил по-иншому, например, так, как сегодня не было Украина, то Израиль не был бы никогда на таком ревне развитие. Вы же понимаете, вы говорите про очень глобальные вещи. В свете поважают закон джунглев, в свете поважают сильного, в свете поважают того, кто может себя захистить. Так, ось, когда вы выясняли наших украинских заработок, действительно, одния из причин польского закону было не только вопроса однопоко истеричной справедливости, как мы с вами говорили, но и вопроса не исключительно певной асимиляции украинских заработок до польского средствия. Те, которые учатся там и те, которые приезжают на заработки заработать 500-700 евро. Вы же теперь понимаете, что сейчас делается? Вже сейчас мы имеем сигналы на кордоне, мы имеем сигналы в середине Польши, когда украинцев остановит польская полиция и задают вопрос, ты бандеревит или нет? Ты носишь червоно-чорный прапор или нет? Вам кажется, что такое будет? Или вам является конкретные факти? Вже и сейчас есть конкретные факти, и я думаю, что ближайшим временем это уже будет просто массово в социальных мережах, когда есть соответствующие атаки уже с боку окремих чиновников польской влады на украинских туристов или заработок это первое. Другое, для поляков это не новая тема. Поляки и реституция это что нас может чекать уже ближайшим часом мы маем уже сегодня два позови до суду один в Львове один в Луцьку когда польские граждане дают в украинские суды документы которые належали 100 лет тому назад их родителям которые были властями например каких-то будивель примещений на территории Захидной Украины хотя частково это уже относится и Захидной Белоруси и Литви тим территориям которые в свой час были под польской оккупацией и соответственно оскольте это майно было конфисковано радянською владою они хотят его сейчас назад повернуть это очень опасно кроме того в этом законе в этом законе для Украины вы читали закон конечно наши эксперты его переклали мы его читали мы его вивчали так вот читая этот закон мы бачим что там побачили территория Галичины и Волиня сучасная называется словами Схидная Мала Польша это очень важный момент насправді будь-яким вам международник скажет что это прихованный закид щодо ймовірных территориальных претензий до Украины я не дарма кілька разів уже навіть вашим коллегам журналістам приводил приклад что зараз досить популярными в середовище экстремистов польских и таких радикально налаштованных против Украины поляков есть надпис или это то в такей украинских В поляках был Йозеф Пилсудский. Давайте поговорим про Йозефа Пилсудского, який дружил с Гитлером, який подписывал с ним договоры. Когда он умер, Гитлер вообще был у него на похоронах. И с тем Пилсудским подібным поляки себя очень хорошо в Европе почувают. А мы, украинские националисты, мы же им не вказуем, что эта людина не должна быть вашим героем, и когда кто-то из поляков сюда приедет, мы будем цікавиться, чи ты поддерживаешь Пилсудского или нет. То чому кто-то должен нам вказать, каких героев шанувати, а каких не шанувати. Понимаете логику? Да, абсолютно. Мы поважаем патриотизм поляков, но мы хотим, чтобы поляки знали, что мы и тоже есть патриотами. Поважайте и наши почутки. Вы не будете залазить на нашу территорию и наши почутки. Мы не будем залазить. Тогда мы будем быть добрыми соседями. Редактор подсказывает, что времени немного. Еще несколько вопросов, которые действительно хочется обсудить. Практически ваша цитата прокомментирует ее. Советских ветеранов нужно лишить пенсии и льгот в Украине. Поясните, пожалуйста, эту позицию. Ну, насправді, шлося про прислужников радянских каральных органов. Цей пункт є в нашей программе, в программе захисту украинцев. Мы считаем, что те люди, которые служили в каральных органах, в керевных органах КПП, виходячи з закону про люстрацию, должны быть избавлены специальных додатковых пенсий, которые они имеют неспівмирно больше от других пенсий. А вот, что касается взагалі, как бы, військовых, например, ветеранов, то, наоборот, мы жестко критикуем теперешний уряд Гройсмана, который, проведавши так звану пенсийную реформу, забыл про військовых пенсионеров. Мы взагалі вважаем, что эта пенсийная реформа была ганебной для Украины. Мы вважаем, что пенсийная реформа должна формироваться совсем за другими принципами. Они не враховали стаж, а как раз мусить быть прораховано. Чем больше людина працювала, чем дольше працювала на каком-то предприятии, тем выше в ней має бути пенсия. И нужно установить пятикратную разницу между максимальной и минимальной пенсией. Так вот моя заявка как раз относилась от тех спецпенсий, которые выплачиваются до этого времени величезным действиям коммунистической партии и каральных коммунистических органов, которая должна быть скасована. Если можно, небольшой блиц. Задумаю. Короткий вопрос. Правда или Родина? И то меньше. Не бывает раздельно. Финансирует ли Свободу, да или нет? Еще раз. Финансирует ли всеукраинское объединение Свободу? Чи финансує всеукраинскую объединение Свободу? Нет, а финансирует ли кто-то всеукраинское объединение Свобода? Да, конечно. Кто эти люди? Те люди... Украина? Так, ну, по-перше, за меж Украины ни одна политическая партия не имеет права отримать финансирование, потому что это заборонено законом. Если какая-то партия отримает за кордон, то она должна быть притягнена к ответственности. То есть если на вопрос отвечаю, финансирует ли иностранный капитал всеукраинское объединение Свободы, нет? Нет, не может финансировать. Когда последний раз покупали еду сами? Сьогодни сранку. Что это было? Сир. Сколько стоил? Ну, мы целую низкую покупок сделали и заплатили 57 гривен. Если бы вы имели возможность начать жизнь сначала, вы бы, исключая политику, какую бы профессию выбрали? Я бы ничего не изменил. Ну, моя первая профессия – это лекарь. И если бы не было потреби пойти в политику, я, напевно, без задоволения продолжил бы медичную практику. Если да, если нет, когда-нибудь асоциировали себя животным? Если да, то с каким? Или с каким можете себя асоциировать? Я что-то такого не пригадаю. Можете отказаться от этого. Такая рубрика. Значит, вы задаете вопрос одесситам, мы его выходим на улицу и задаем одесситам, готовим материал. Не важно, что ответить или вы публикуете у себя на страничке в Facebook, но у себя на канале. Я хотел бы запитаться в Одесситі, чи погоджуетеся вы с инициативой Всеукраинского объединения «Свобода» с метою усунения вплива олигархов на владу и на бизнес в Украине, ухвалить закон про повернення коштів и майна з офшорів, які були сховані протягом останніх 10 лет и вывезены из Украины. Чи есть ваше позитивное видение того, что это нужно сделать уже и негайно для того, чтобы разбудить средний класс и уничтожить коррупцию в Украине? Думаю, что наш корреспондент сможет более емко задать этот вопрос. Спасибо. И последний уже не блиц. Есть ли из представителей Всеукраинского объединения «Свобода» в Одессе мирские амбиции? Так. Назовете имя? Мы выставляли кандидатуру нашего руководителя организации Павла Кириленко. Но, поскольку местные выборы могут быть неизвестно когда, через два года, так в 2020 году, хотя я так вижу, что ваш мэр что-то не очень поспешает домой сюда, в Одессу, так что все может быть. Павел Кириленко, да. Будут выборы, мы обязательно обдумываем эту кандидатуру и, если у вас есть пазлы, будем его высылать. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Олег Тихонебов, глава Всеукраинского объединения «Свобода» был у нас в гостях. Далее новости. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова